Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Акарбончик Сегодня бы я хотел вам дать парочку незамысловатых советов в Fallout 4 Полное прохождение снимать не стал, но иногда советую вас, так сказать, поощрять Что я хотел вам сказать, во-первых, когда вы вступаете в это братство Вас, в конце концов, отправляют на дирижабль и дают вам звание рыцаря Небольшие спойлеры, конечно, пошли Но они неважные, хотя уже везде проспойлерили концовку, засранцы прям, горите в аду Ладно, я третий отрываюсь от темы Значит, смотрите, когда вам дают броню, вот такую, когда присваивают рыцаря Скорее всего, она у вас очень быстро сломается Вот она у меня стоит, она практически вся сломана, и нога уже другая И что же можно сделать? Такую вещь купить, на самом деле, очень дорого Ее можно своровать Сейчас, конечно, когда я выйду за этой штуки, она будет отмечена То, что ее теперь придется заново мне воровать Поставлю где-нибудь ее так, чтобы никто не видел Давайте поставлю, что ли, вот сюда Хотя, когда я начну ее чинить, по-любому она встанет вот сюда И они будут постоянно смотреть за мной Нужно будет дождаться момента, когда они все отвернутся У вас будет написано, когда вы присели Не, вас не видят, тогда вам можно будет украсть броню Например, вот эта броня, насколько я знаю, полностью не бита Я еще пока ее не воровал То есть сейчас я могу ее одеть, и с ней будет все в порядке Давайте мы выйдем из моей брони Сейчас, когда я выйду из нее, будет написано, что одеть я ее не смогу Потому что, смотрите, ну, только украсть Когда я вас не видят Заново я смогу в нее сесть И никто не будет на меня атаковать Да, кстати, я перегружен Либо сейчас ее починить Но починить ее на самом деле очень тяжело Потому что, ну, постоянно нужно очень много предметов Например, смотрите Когда полностью броня ломается Он снимает ее с себя И в итоге, значит, это практически... Например, у меня правая нога вообще полностью сломана, как и правая рука Давайте посмотрим, можно ли как-то ее починить Давайте нажмем Т Так, значит, да, я могу ее включить, мне повезло Что же здесь? Хорошо Обратите внимание на то, какие вам нужны ингредиенты Сталь, пластмасса, алюминий Алюминия вам будет постоянно не хватать Поэтому советую им закупаться Так, давайте-ка я выйду из этого режима починки И попробую снова ее стырить Так, чтобы меня никто не заметил Посмотрим, что же я сделал Так, вас обнаружили, вас не видят Одеваем Будет где-то тут около трех-двух броней вот таких вот Которые можно будет стыбрить Вот, видите, никто мне не такует Никто мне не ругается Паладину, конечно, это не нравится Он ходит со мной Я взял его, потому что он бронированный Но, кстати, в отличие от собаки и других компаньонов Он бронированный, да Его долго мочат Он офигенно с бластера хреначит Я на него очки такие четкие надел Но он тупит Он порой просто встает И участвует, как бронька для вас То есть можно за него сесть и отстрелить Потому что он часто тупит Так, что еще я хотел сказать Да, по поводу алюминиевых болтов Вот, что я вам еще хотел посоветовать Во-первых, разбирать вы сможете предмет только рядом с верстаком Ну, это, я думаю, вы сразу практически по началу игры поймете Значит, смотрите По поводу алюминия Это надо зайти в хлам Что у нас тут есть? Вот, я помню, банку алюминиевую поднимал Где-то, наверное, должна быть Бехемический сканер Так, деталь синта В общем, где-то у меня тут лежит алюминиевая банка Ее нужно скинуть И около верстака разобрать Вообще, где находятся в основном эти болты? Болты вам нужны постоянно для создания, улучшения оружия В основном, конечно, можно будет со временем найти Много очень хороших, мощных, улучшенных оружий Как это делаю я Но иногда хочется что-то прикрутить свое Поэтому, то есть, часто вам нужны будут болты Их реально не хватает По крайней мере, мне Всех по-разному Кому-то не хватает масла Кстати, его тоже часто мало Нужно постоянно собирать всякие здоровые штуки Которые реально до хрена весят И, можно сказать, уже пешком Потому что приезжать вы не сможете Просто перемещаться в место, где у вас есть верстак Где вы сможете создать себе оружие Ну, на первой бензоколонке, где вы находитесь собаку Все это, слава богу, есть Кроме меня Я взял и разобрал Эээ... Где болты, я вот только что ходил и собирал Вещи, где будут болты Так, это не то Вот, болты Во-первых, настольных вентиляторов Их, на самом деле, много Часто они, естественно, стоят на столе Так как они настольные Обычно на компьютерных столах Потом еще пишущая машинка В ней тоже есть болты Обычно она также стоит на столе За место компьютера Еще, насколько я знаю, есть в тостерах Всяких таких вот приборах Эээ... Они чаще, тостеры находятся в каких-то домах То есть нужно смотреть, лутать Искать что-то такое Постоянно Чудо-клея Кстати, из него делается клей Кому будет не хватать клея Можно разобрать Из чудо-клея вываливается два клея Эээ... По-моему, еще, если у вас нету даже клея Клей делается из... Из... Изоленты Сейчас я ее найду Где она тут у меня Если она вообще в хламе находится Может, она не в хламе Стоп, изоленты 17 Вот Клей и текстиль Текстиль, ну, его примерно достаточно Всегда хватает И везде можно найти Любой предмет, который валяется тряпкой Всегда можно... Вернее, в нем содержится тряпка Всегда будет текстиль То есть там одежда какая-то И там кожаная, не кожаная Еще что-то Всегда будет текстиль На этом все Ну, видите, как они... У вас слишком много вещей Даже в броне я не могу идти Вот Оружие, смотрите То есть в основном, конечно, падает Много оружия Можно его переименовать Также куверстака Который как раз-таки Ремонтирует оружие Вот Можно его переименовать И... Вот, например, я взял Оружие с глушителем В ящике нашел Ладно, не буду спорить Где это Сами поищите Сами найдете Пока что По советам все Если у меня что-то еще будут Такие для вас важные Такие советы Ну, конечно Может, они, конечно, и Капитан Очевидность Не спорю Но кому-то, возможно, пригодятся На этом у меня все Ставьте лайки Подписывайтесь Всем пока Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok